Приветствую участников онлайн-форума Алтай Агро 2020. Я представляю с бытовую структуру сети дистрибьюторской ФосАгро-регион, а именно ФосАгро Северо-Запад. Я являюсь генеральным директором Чинцова Татьяна Алексеевна. Наша компания поставляет минеральные удобрения во многие регионы нашей страны. Регионы Уральского федерального округа, Сибири, Дальнего Востока, Центральной России. С аграриями Алтайского края нас связывает многолетнее сотрудничество. За последние годы наши поставки увеличиваются постоянно от года в год. За шесть месяцев текущего года в край поставлено около 46 тысяч тонн минеральных удобрений производства ФосАгро, что на 35 процентов больше аналогичного периода прошлого года. Чтобы сократить временные барьеры с Алтайским краем, в 2019 году открыто наше представительство в Барнауле. Это второе представительство в Сибирском федеральном округе после Красноярска. Продукция компании ФосАгро – это высокоэффективное, сложное минеральное удобрение. Компания является лидером по поставкам минеральных удобрений на российский внутренний рынок. Каждый третий тонн, поставленный российским аграрием, это удобрение производства ФосАгро. Предлагается более 40 видов различных марок минеральных удобрений. Применение этих удобрений позволяет вырастить сельхозпродукцию, которую можно отнести к марке «зеленый стандарт». Перейдем к Алтайскому краю. Многие уже почувствовали на своих урожаях изменениях сибирского климата и его капризы. Прошлый год – дождливый, особенно август-сентябрь. 2020 год – наоборот, жара и засуха. И многие аграрии задают себе вопрос о целесообразности использовать минеральных удобрений. Мы однозначно говорим – целесообразно. Многолетний опыт, проведенный агрономической службой компании ФосАгро совместно с аграриями в различных регионах нашей страны, это показывает. Я сейчас расскажу о некоторых опытах и результатах этих опытов, которые проводились в регионах и в Алтайском крае, и в других регионах страны. Первый наш опыт, о котором я хочу рассказать, проводился в Рубцовской зоне Алтайского края на базе аграрного сельхозподприятия «Россия» Новочихинского района. Сумма осадков за вегетационный период составила 155 мм. Сравнивали между собой жидкую и гранулированные формы минеральных удобрений, а также сроки и способы внесения. В качестве контроля применили аммиачную селитру, чтобы выявить разницу между азотным и азотно-фосфорно-калийным удобрением на формирование урожая и качество пшеницы. За стандарт принимали всеми используемые в Алтае аммофос в сочетании с кассом, а также в качестве жидкой формы использовали жидкие комплексные минеральные удобрения марки 1137 тоже совместно с кассом. Как видно из диаграммы, содержание клейковины было максимальным на варианте с аммиачной селитрой – 35%, чуть ниже вариант с ЖКУ, а самым низким на варианте с аммофосом. Но по урожайности вариант селитрой был самым низким – на 2 центнера с гектара ниже аммофоса и на 4 центнера с гектара ниже варианта с ЖКУ. Это говорит о том, что комплексное азотно-фосфорное питание превосходит азотное. В свою очередь вариант ЖКУ и по урожайности, и по качеству зерна был выше, чем гранулированное удобрение. Урожайность на ЖКУ была получена выше на 2,4 центнера с гектара, а содержание клейковины – на 1,6%. Когда собрали урожай, сделали расчет экономической эффективности, результаты были следующие. Затраты на удобрение были самыми низкими при применении селитры – всего 977 рублей на гектар – и самыми высокими с ЖКУ и КАЗ – 2727 рублей на гектар. Но за счет урожайности и качества зерна, которые получили аграрии, данный вариант позволил получить максимальную прибыль – 38 тысяч 150 рублей на гектар, что на 3500 рублей выше варианта с амофосом и на 4900 рублей выше, чем на вариант с азотным питанием. Таким образом, комплексное питание экономически эффективнее, чем азотное, а жидкая форма удобрений преобладает над гранулированной. В рамках этого опыта производили оценку форм азотного удобрения – два варианта питания – амофос плюс КАЗ и амофос плюс карбамид. Анализ урожайности и качества зерна показал, что амофос в сочетании с карбамидом позволил получить урожай на 2,3 центнера с гектара выше, чем с КАЗом, но на 1,4% ниже по содержанию клейковины. Оценка экономической эффективности по применению разных форм азотных удобрений показала, несмотря на то, что затраты на карбамид выше на 65 рублей на гектар, мы позволили получить прибавку 1113 рублей на гектар. Также рассмотрели эффективность дробного и разового внесения удобрений. Дробное внесение ЖКУ при посеве и КАЗ в фазу кущения и ЖКУ и КАЗ разовое. Разовое внесение ЖКУ и КАЗ позволило получить прибавку 0,5 центнеров с гектара, а также прибавку по содержанию клейковины 1,6%. Оценка экономической эффективности также показала, что изменение сроков внесения удобрений при остальных равных условиях принесло хозяйству дополнительное 768 рублей с гектара. Выручка составила 38 149 рублей и 37 381 рубль на гектар соответственно. Выводы. Комплексное азотно-фосфорное питание для сельскохозяйственных культур предпочтительнее, чем внесение только азотных удобрений. Применение жидких удобрений увеличило урожайность и качество зерна, а следовательно и экономику предприятия. Амофос в сочетании с карбамидом позволил получить прибыль выше, чем амофос с КАЗом. И хотя дробное питание всегда показывает себя лучше, чем разовое, но услуги веих дефицита влаги, именно разовое внесение позволит достигнуть положительных результатов. Следующий опыт мы проводили в Башкирии в Гайфурском районе на базе башплодородия, также на яровой пшенице, как и в Алтайском крае. Рассматривали применение гранулированных форм минеральных удобрений, а также сравнивали азотное и азотно-фосфорное питание. Три варианта. Контроль без удобрений, КАЗ 50 кг на гектар фазокущения и ЖКУ с нормой 200 кг на гектар при посеве. Применение КАЗ в фазокущения позволило повысить урожайность пшеницы с 17,9 сантиметров с гектара до 24 сантиметров с гектара. Но когда мы добавили еще к азоту и фосфорное удобрение, а именно жидкое комплексное удобрение ЖКУ 200 кг на гектар, повысило урожайность до 8,1 сантиметра с гектара или на 83% в сравнении с контролем. После произвели оценку экономической эффективности. Как и следовало ожидать, максимальные затраты были на варианте с ЖКУ и составили 6800 рублей на гектар, но это окупилось за счет полученного урожая. Прибыль этого варианта составила 25900 рублей с гектар, что на 1850 рублей выше, чем с вариантом с КАЗом и на 8000 рублей в сравнении с посев без удобрений. Интересные результаты получились при сравнении внесения гранулированных сложных удобрений в условиях дефицита влаги. Контроль без удобрений сравнивали с вариантом внесения азотно-фосфорно-калийных серосодержащих удобрений марки НПКС 151515 плюс 10 серы с нормой 200 кг на гектар. В условиях дефицита влаги применение азотно-фосфорно-калийных серосодержащих удобрений с высокой нормой внесения не дало отрицательного результата, а дало прибавку к контролю 7,1 сантиметра на гектар. Расчет экономической эффективности показал, что даже при высоких затратах на удобрения 4420 рублей на гектар дополнительный доход от применения удобрения составил 2680 рублей, и как следствие это значимый эффект. Следующий опыт также проводился в Республике Башкортостан в условиях дефицита влаги в Татышлинском районе на Яровой пшенице. Сравнивали эффективность применения жидких комплексных удобрений в сравнении с вариантом без удобрений. Контроль без удобрений вносили КАС 50 кг на гектар и ЖКУ марки 1137 200 кг на гектар. Данный опыт показал, что внесение КАС не произвело должного эффекта и прибавка урожайности составила 2,5 сантиметра с гектара. Вариант ЖКУ снова сработал очень хорошо и прибавка составила 15,5 сантиметра с гектара. Расчет экономической эффективности показал, что применение ЖКУ, несмотря на высокие затраты, дало прибавку для хозяйства 8700 рублей на гектар, в то время как вариант СКАС дал прибавку 1850 рублей. Также сравнивали применение гранулированных удобрений карбамид с нормой 150 кг на гектар и НПКС 15-15-15 плюс 10 серы с высокой нормой 267 кг на гектар. Анализ урожайности показал, что применение только одного азота не дает должного эффекта. Прибавка на карбамиде составила всего 1 сантиметра с гектара, в то время как использование и применение азотно-фосфорно-калийного серосодержащего удобрения увеличило урожайность на 7,7 сантиметра с гектара. Экономическая эффективность. За счет стоимости удобрений и низкой прибавкой урожая вариант с карбамидом был неэффективен. Вариант с применением сложных удобрений марки 15-15-15 позволил получить дополнительно хозяйству 1800 рублей с гектара. Вывод напрашивается сам. Применение азотных удобрений не всегда позволяет достигнуть повышения урожайности в том случае, когда влага является лимитирующим фактором. Применение высоких до сложных удобрений даже в таких условиях дает эффект от внесения. Кроме того, идет накопление питательных веществ в почве. Ну и последний опыт, о котором я хотела бы рассказать, он может быть и не совсем относится к Алтайскому краю. Этот опыт проводили в Брянской области на кукурузе. Два варианта питания. Контроль хозяйства калий-хлористый 300 килограмм на гектар и аммиачная селитра 500 килограмм на гектар. А второй вариант предложили специалисты Фосагра. Это применение в дополнение ЖКУ с нормой 100 килограмм на гектар. Применение ЖКУ позволило получить прибавку урожая 17 центнеров с гектара. Затраты на применение ЖКУ составили 3050 рублей на гектар, что позволило получить прибыль 12250 рублей с гектара. Как показала практика, от правильно выбранных форм и вида минеральных удобрений зависят результаты их применения. Если мы неправильно подберем форму, то при условиях дефицита влаги можно получить не только отрицательный эффект, но и оказать негативное воздействие на возделываемую аграриями культуру. Если мы рассматриваем жидкие удобрения, то из опытов мы все могли заметить, что комплексное внесение азота и фосфора на всех вариантах и по урожайности и по экономической эффективности преобладает над внесением только одного азота. Что же касается комплексного питания при внесении сложно гранулированных удобрений, то затраты были произведены, но должный эффект не получен. Но это не говорит о том, что нецелезообразно вносить гранулированные минеральные удобрения. Они накапливаются в почве и потом дальше будут отдавать себя при возделывании культур. Мы должны оставить землю своим потомкам не истощенной, а плодородной. В заключении хочу поздравить всех аграриев с участием в онлайн-форуме Алтай Агро 2020, пожелать всем успехов в их нелегком труде, пожелать вам хорошей погоды, пожелать вам хороших результатов, высоких урожаев. Спасибо за внимание.